напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали что это за чудо устройство советского периода а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это ручной механический миксер он прекрасно взбивал яйца жидкое тесто для блинчиков и даже справлялся с масляным кремом в этом миксере обычные два венчика как и в современных миксерах только прикрепленные к ручке и и нужно было крутить самим получается что заняты обе руки неудобно но все же эффективнее чем обычный венчик для чего использовали такое техническое приспособление на фото микрометр измерительный прибор предназначенный для измерения длины с низкой погрешностью используют микрометры от выяснения толщины стальных листов при сварке и проверке качества проводов при проведении электромонтажных работ до тончайшей сборки сложных механизмов в лабораториях как назывался этот советский измерительный прибор это нутромер как следует из названия прибор подходит для измерения внутренних диаметров а также расстояние между различными поверхностями длин в труднодоступных местах это обязательный настольный инструмент в цехе связанном с машиностроительным и фрезеровочным производством изготовлением изделий из металлов это более совершенный механизм по сравнению с микрометром так как измеряемую деталь не нужно фиксировать да и точность намного выше что это за чудо техники советских времен это бензиновая горелка или ее второе название паяльная лампа предназначалась для нагрева металлических изделий чтобы облегчить последующие процессы ковки штамповки изгибания металла применялась в кузняк небольших мастерских советские граждане использовали такие горелки и в быту для нагрева воды осмаливание поросенка гусей кури и других целей что делали на этом устройстве с названием феликс феликс это самый распространенный в ссср арифмометр так называемый механический калькулятор назвали его в честь феликса дзержинского производился с 1929 по 1978 годы для чего нужны были такие необычные ножницы это специальные ножницы чтобы учить детей вырезанию за два дополнительных кольца берется взрослый и направляет движение ребенка внизу на фото более современная модель ножниц для обучения вырезанию для чего использовали такие деревянные приспособления с крючками это очень удобный набор для снятия и одевания сапог деревянная часть устанавливается на две ножки каблук упирается в получившуюся вилку и сапог легко снимается а крюки используются для надевания сапог ими цепляются за петли на голенище и натягивают сапоги что это за предмет советского быта и как он использовался это щипцы для сахара при чаепитии до 60-х годов сахар был в основном кусковой и очень дорогой вот для такого церемониального кускового чаепития использовали такие мажорные серебряные щипцы это можно было встретить почти повсеместно в ссср но чаще всего на севере что это это мелкий панцирь морского ежа без иголок морские ежи доставляют проблемы отдыхающим на пляжах пожалуй чаще всех остальных опасных обитателей морей колючки у ежа очень острые и вместе с тем хрупкие они легко вонзаются в тело и потом также легко обламываются а вот на морском дне можно найти такие удивительные панцири поражающие своей симметрией скелеты морских ежей они уже потеряли всякий запах и их можно безопасно вести с собой для чего использовалась эта необычная тарелка с цифрами эта тарелка для нарезания торта к примеру вам нужно нарезать 7 кусков поместите торт посередине тарелки и проведите ножом от центра торта к каждой цифре 7 как вы думаете для чего нужна эта лопатка похожие на станок для бритья а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это толкатель для еды который помогает взрослым учить детей есть приборами когда малыши не могут подцепить еду можно поддерживать кусочки пищи лопаткой так детям становится легче пользоваться вилкой или ложкой как думаете для чего были предназначены эти ножницы это пресс для консервированной рыбы например для тунца с его помощью можно убрать остатки влаги из банки для чего использовали это приспособление размером со скрепку с двухзначным ручным счетчиком этот счетчик в помощь тем кто вяжет спицами или крючком можно вести цифру соответствующую номеру ряда на схеме и прикрепить счетчик при помощи круглого отверстия сбоку к изделию так будет удобнее вернуться к работе в другой раз для чего на кухне нужно было такое приспособление это инструмент для нанесения сахарной пудры или прочей обсыпки заполняется пудрой потом быстрыми движениями открывается и закрывается посыпая еду что это за странный мешок из советского прошлого во время войн в двадцатом веке очень часто применялось химическое оружие а так выглядел противогаз для лошади кавалерия в то время все еще была мощной силой и ее защищали такими противогазами для чего использовали эту необычную посуду это посуда для длительного хранения сыров на дно наливается немного воды уксуса и соли так чтобы уровень раствора не был выше высоты ребер на которые выкладывается сыр что это за занятные кубики из прошлого популярные во многих странах в том числе и в ссср это одноразовые фото вспышки были очень популярны во времена пленочных фотоаппаратов так как давали более-менее однородную засветку всего помещения производились они в ссср под маркой куб что это за игрушка инструмент с макетом пушки и линзой это обеденный хронометр да и пушка кстати настоящая в полдень солнечный свет через линзу фокусировался на отверстие в задней части ствола пушки воспламенял холостой заряд и громкий хлопок объявлял о том что пора отдыхать для чего использовалась это устройство советской эпохи это приспособление для выкручивания лампочек которые были разбиты при необходимости его можно закрепить на палку резиновая часть помещается в цоколь внутри лампочки что помогает выкрутить ее из патрона а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте для чего предназначен этот советский прибор в данном коротком ролике а 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 и а Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа, для чего предназначен этот советский прибор Надеемся, что вам понравилось Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест